Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня традиционно будем разбирать несколько интересных игровых и околоигровых тем. Посмотрим на то, как нейросетка научилась рисовать не хуже многих художников, думаю, уже слышали про хомяка-вертолёта, который как босс-вертолёт, только хомяк. Про гуся в кимоно и про енота с адронным коллайдером. А если не слышали, наглядно покажу, как это выглядит. А ещё обсудим отмену игровых выставок, кражу игровых танцев, бешеного игрового слона и чуть-чуть заглянем в будущее игр. Усаживайтесь поудобней, настраивайте свои коннектомы на считывание информации и погнали! И начнём, давайте, с новости про нейросети. Точнее, про одну конкретную нейросетку. Я уже не раз на канале рассказывал, насколько быстро развивается это направление, приводил конкретные примеры, и как нейросети сами создают игры, и как они помогают в разработке. А обсуждали, что современные генераторы голоса уже вплотную приблизились к имитации голоса конкретного человека, и что гильдия актёров и звучание не на шутку всем этим обеспокоено. И отдельная категория нейросетей — это нейросетки, которые генерируют различные картинки и изменяют уже существующие рисунки и фотографии. Какую-нибудь призму, думаю, почти все из вас хоть раз доиспользовали. В 16-м, кажется, году она прям очень сильно шумнула. Но когда речь шла именно о генерации новых картинок, нейросетки долгое время показывали себя, ну, будем честными, не ахтить. Случайные лица людей они уже давно научились генерировать на весьма хорошем уровне, но вот какие-то сложные композиции всегда у нейросетей получались кривоватыми. Глаз сразу цеплялся за косяки, за недоработки и за прочие мелочи, и сразу становилось понятно, что это рисовал человек. И я несколько раз задавал вопросы художникам и иллюстраторам, не боятся ли они прихода нейросетей. И они отвечали, что в целом опасения есть, но они думают, что до момента, пока работа нейросетей почти нельзя будет отличить от рисунков и коллажей, сделанными людьми, пройдет еще ну лет 15-20 как минимум, а то и больше. Ну и вот вам здрасте. В 21-м году стартовал проект DOL-E, произносится как DOL-E, вот как та самая овечка. Сейчас он дорос до второй итерации, и это нейросеть, основанная на GPT-3. Она генерирует картинки по текстовому описанию и учитывает при этом около 12 миллиардов параметров. То есть вы просто вбиваете текстом, какое изображение хотите получить, и сеть генерит картинку. Финальной версии DOL-E 2 пока еще нет, есть только бета-версия, доступ к которой выдают только ограниченному числу тестеров. Но даже в текущем состоянии, это вот первый случай, когда я смотрел на многие работы и ловил себя на мысли, что если бы мне не сказали, я бы не определил вообще, человек это нарисовал или нейросеть. Собственно, сейчас я просто буду зачитывать переведенные на русский язык описания, которые задавали DOL-E, а вы смотрите на картинки, которые она сгенерировала. И сами решайте, насколько близок момент, когда нейросети во многих областях смогут заменить художников и иллюстраторов. Если что, на генерацию каждой картинки у нейросети уходит от нескольких десятков секунд до пары минут. Еще раз повторюсь, все картинки полностью сгенерированы нейронкой. Никакой ручной доработки не было. Поехали. Макросъемка на пленку 35 миллиметров большого семейства мышей в шапочках, уютно устроившихся у камина. Ребенок и собака смотрят на звезды. Фотографии астронавтов, танцующих традиционные греческие танцы на Марсе. Робот рисует на холсте, играя на пианино. Кролик, стоящий на задних лапах, цифровое искусство. Клешня краба, морковь. Панда катается по пустыне на мотоцикле. Красная бандана. 3D-визуализация рыбы, похожей на корги в аквариуме. Енот застрял в большом адронном коллайдере. Ёж плывет по морю и пьет пиноколаду. Крутая панда катается на скейтборде в Санта-Монике. Пылесос слушает музыку в наушниках во время уборки комнаты. Енот помогает научить крысу читать и писать цветными карандашами. Ночь игр с жирафами. Космонавт плывет на морской черепахе над радугой, мимо планет в космосе, цифровое искусство. Дождливая ночь супергероям, сидящим над городом в стиле комиксов. Ибис в дикой природе, нарисованный в стиле Джона Адюбона. Морская выдра в стиле девушка с жемчужной сережкой Яна Вермеера. Мона Лиза пьет вино с да Винчи. Картина Пикассо, изображающая таксу, уплачивающую налоги. Пингвины в костюмах и галстуках едят суши. Пикачу в плаще с высокой детализацией. Гусь в кимоно, масляные краски. Коняк-вертолет. В Твиттере по запросу Долли можно найти еще сотни работ от людей, которые уже получили доступ к нейросети. Там множество других стилей, масса невероятного сюра, а главное, я показал вот не какие-то самые выдающиеся работы. Они все примерно вот такого же уровня качества. Каждая сгенерирована максимум за две минуты. А может ли подобное не рассеять, похоронить необходимость тысячах иллюстраторов по всему миру? Ну, как бы решайте сами и пишите, что думаете в комментах. Давайте обсуждать. Сами картинки вы видели. А сейчас небольшая рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня недорогой смартфон Redmi Note 10S. Я его потестировал и в целом смарт оказался очень даже норм. Сразу напомню, что я не техноблогер, поэтому расскажу только про главные ТТХ и про свои ощущения от основных функций. Первое. Звук. Для меня он в смартах очень важен. Я часто слушаю музыку не через наушники дома и постоянно смотрю видео. Так вот, со звуком тут все отлично. Стереодинамики, они хорошо передают басы и не сжирают верхние частоты. Дальше. Экран. AMOLED. 6,43 дюйма. Соотношение сторон 20 в 9. Разрешение 2400 на 1080. Плотность пикселей 409 ppi. Очень понравилась яркость. Среднее 700 нит, пиковая 1100. К сожалению, солнышка в наших краях давно не было. Все затянуто тучами, но при таких показателях даже на ярком солнце экран должен читаться отлично. А в целом, картинка четкая и насыщенная. Единственный момент, только 60 Гц. При этом никаких негативных ощущений от ШИМа у меня не было. Хотя на других смартфонах я его иногда ловлю. Но если у вас прям очень сильная реакция на ШИМ и AMOLED, то в 10s есть DC Dimming. Те, кому нужно, знают, что это такое. Что еще? Процессор 8-ядерник Mediatek Helio G95. Оперативки 6 или 8 гигов. Встроенные либо 64, либо 128 гигов. Система 11-й Android с MIUI 12.5. Я чуть-чуть потестил игры. Последний асфальт выдает стабильно 30 кадров. Мобильная колда держит 40, а если скрутить настройки, то и 60. В общем, в большинство игр, думаю, играть можно совершенно спокойно, но в самых требовательных придется снижать графон. Я в основном запускал всякие инди, там проблем, разумеется, вообще никаких. Если нужны тесты конкретных тайтлов, спокойно гуглите, тестов смартфонов в сети много, можно найти бенчмарки по любой популярной игре. Еще из важного. Слот на две симки и карту памяти, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5. Основная камера аж из четырех сенсоров, основной ширик на 64 мегапикселя с диафрагмой 1.8. Сверхширик на 8 мегапикселей с дыркой 2.2. Плюс ТОФ и макросенсоры. Снимают камеры нормально, ничего заоблачного, но хорошо. Традиционно света нужно побольше, иначе зерно, но так у всех, потому что физику, увы, не обманешь и здоровую матрицу в смартфон не засунешь. За такую цену, повторюсь, с камерами все очень хорошо. На удивление приличные цветопередачи, без вырвиглазных цветов и красной физиономии. Фронталка на 13 мегапикселей, форамин 2.45, кто любит салфачи, снимает нормально и в портретном режиме очень хорошо программно отделяет фон и его моет. Видео пишется до 4К в 30 кадрах, в Full HD до 60 кадров. Для бытовых нужд при нормальном свете видос получаются годными. Батарея на 5000 мАч, если много не играть, стабильно держит больше суток. И зарядка на 33 ватта, очень быстрая, она идет в комплекте. Производитель пишет, что с нуля до 54% заряжается за 30 минут. И прямо это все очень похоже на правду. Я ставил наполовину разряженный телефон, катал 2-3 катки в колду на компе и смарт уже был полностью заряжен. Собственно, из основного все. Смартфон за такие деньги, как мне показалось, отличный. В комплекте идет не только зарядка, но и чехол. Переходите по ссылке на сайт сети Линка, там можно более детально посмотреть характеристики, прочитать отзывы. А главное, купить смартфон по очень выгодной цене со скидкой. На другие модели скидка тоже есть. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. С большими компаниями, и при этом не важно вообще, игровые они, не игровые. Так вот, с ними постоянно кто-то судится. Иногда по делу, иногда патентные просто судебные тролли в рамках вот этого своего хобби. Поэтому штат юристов в любой крупной компании всегда очень-очень большой. И им платят очень большие деньги, потому что если не платить юристам, то придется раскошеливаться где-то в другом месте. И Epic Games, разумеется, не исключение. В суды их тащат регулярно, и то, что всплывает в информационном поле, это лишь маленькая вершинка айсберга. А всплывают обычно различные разбирательства по поводу танцевальных движений в Fortnite, которые частенько оказываются слишком похожи на танцы какого-нибудь вот конкретного танцора. Танцор, естественно, возмущается и хочет много денег за то, что кто-то повторил его супер уникальные по-де-труа, по-де-де и все-все-все вот эти вот истории. Иногда движения, которые сделаны в Fortnite, лишь вот отдаленно похожи на конкретный авторский танец. И тогда, естественно, игроки начинают возмущаться, что это же вот просто характерные движения. Как можно за такое требовать деньги? А иногда движения, похоже, слишком сильные, и тогда у людей возникают вопросы. И недавно произошел случай, когда сомнений в том, что Эпики подрезали конкретный танец, нет уже вообще ни у кого. В суд подал хореограф Кайл Ханагами, и одновременно он выложил в YouTube ролик, где просто наложил движение танцующего персонажа из Fortnite на движение из видеофрагмента с одним из довольно старых танцев своей танцевальной труппы. Совпадение настолько мощное, что вот, судя по всему, танец из Fortnite просто отрисовали поверх движения танцоров. Подозреваю, что хоть дело уже в суде, но историю в итоге решат в судебном порядке, потому что тут официальных шансов выиграть у Эпиков, ну, почти никаких. А теперь новость по вашим комментариям. Точнее, был ровно один такой комментарий под подзапрошлым роликом, а я просто им воспользуюсь, потому что сам очень хотел разобрать отмену E3, но вовремя этого не сделал. Собственно, еще в конце марта организаторы выставки сообщили, что E3 в этом году не будет. Ни в каком формате, ни в онлайновом, ни в оффлайновом. Вроде как обещают, что в 2003-м E3 вернется в неком обновленном виде, но пока никакой информации о том, что это будет за вид и как это все будет выглядеть, нет. Давайте посмотрим, насколько вот вся эта ситуация трагична и можно ли говорить, что вот все эти обещания о возвращении это просто красивые слова и E3 больше не вернется. Что-то хочется сказать. В первую очередь, закрытие E3 ни разу не удивительно. Более того, можете полазить по интернету и посмотреть реакцию обычных игроков. На форумах, там в комментариях под новостями, в общем, везде где это обсуждалось. Естественно, есть те, кто прям очень сожалеют, но внезапно их даже близко не большинство. Основная масса народа высказалась в духе, ну типа, логично. Мы ждали, что ее скоро прикроют. Еще показательнее, что все подобные обсуждения стихли буквально через день после отмены выставки. Все такие, ну окей, типа, закрыли и закрыли. Вот представить себе такую ситуацию лет 5-6 назад, ну просто невозможно. Была бы целая куча интервью, обсуждений с экспертами и аналитиками. Народ уж недельки, наверное, две точно бы все это дело мусолил. А тут вот просто рядовая новость, день пообсуждали и забыли. И это первые четкие показатели того, что E3 перестала быть для игроков чем-то важным. На ней перестали происходить суперважные анонсы. Ее перестали ждать с замиранием сердца. Явно на себя перетянули другие мероприятия. Не полностью, но во многом главной церемонии награждения сейчас большинство воспринимает с Game Awards Джеффа Килли. Многие крупные анонсы тоже уехали туда. А наблюдать, например, за различными играми среднего звена удобнее на фестивалях Steam и на том же Summer Game Fest. Онлайновая E3 на фоне всего этого уже ничем особо не выделялась. Во многом даже проигрывала. Но есть еще один важный момент. Задолго до пандемии с E3 начался исход крупных издателей. Когда выставка стала слишком большой, крупняк начал теряться на фоне огромного вала проектов. И логично, начал от выставки отпочковываться, чтобы перетянуть на себя побольше внимания. И даже те, кто остался, отлично чувствовали, что внимания они получают уже не так много. А вот денег, на которые, собственно, выставка и организовывалась, тратить приходилось весьма порядочно. За время изоляции еще больше компаний осознала, что зачастую можно в межвыставочный сезон выложить ролик какого-то интересного проекта и внезапно получить просмотров больше, чем когда ты презентуешь что-то за кучу бабла прямо на выставке. И это вторая причина, почему E3 в этом году не будет. Выставка перестала быть нужной не только геймерам, но и разработчикам и издателям игр. За время пандемии они поняли, что полно куда более дешевых и эффективных способов показать себя. И есть еще третий процесс, когда крупные издатели отваливаются, выставка внезапно перестает быть нужной средним и маленьким разработчикам. Вот вроде бы в этом случае внимания игроков они должны получить больше. Вот только они едут на выставки не столько за вниманием игроков. Их главная задача на подобных мероприятиях наладить контакты, показать издателям свои проекты и договориться о дальнейшем взаимодействии. Нет крупных игроков рынка, значит уходят и те, кто поменьше. И в целом Е3 за свою историю такие кризисы уже переживала. Возродится ли она вновь, как обещают организаторы? Ну, сейчас многие говорят, что нет. И да, есть шанс, что вот все эти обещания провести мероприятия через год в новом формате, так обещаниями и останутся. Потому что не совсем понятно, что же организаторы смогут предложить издателям и разработчикам, чего уже не предлагают другие мероприятия и просто вот интернет сам по себе. Но не забываем про один важный момент. Е3 это не какая-то структура в вакууме, которая вот живет прям сама по себе. Выставку организует ESA, ассоциация производителей ПО и игр. Ее членами является целый ворох крупных издателей. ESRB, если что, это вот как раз рейтинговая система, которая тоже рулится ESA. И по факту нет никаких единоличных организаторов E3. По сути, вот компании, которые являются членами организации, самим фактом своего участия в выставке дают понять руководству ESA, нужна ли им E3 именно сейчас. Ну или не нужна. Сейчас дали понять, что не нужна. Если ситуация изменится, проголосуют деньгами за проведение выставки, и она вернется, потому что головная организация, которая все это устраивала, никуда не делась. А сейчас новость, которая могла бы быть большой, но будет маленькой. Потому что говорить будем про Embracer Group. И можно было бы затянуть сказку про белого бычка, рассказывать, кто это такие, в какого монстра они очень быстро превращаются, как могут в ближайшие годы потеснить игрового олимпа других крупных мастодонтов игрового рынка. Но я уже столько раз про это рассказывал, что большинство из вас все это отлично знают. Хотя вот под каждым таким роликом постоянно есть комментарии в духе «Воу, не знал». Но все-таки таких меньшинство. В общем, никакой глобальной вводной не будет. Если что, ее можно найти в куче других моих роликов. Ссылочку на последний подобный разбор оставлю в описании. На всякий случай, если хотите, перейдите и посмотрите. Просто напомню, что на текущий момент Embracer уже стали крупнейшим игровым конгломератом Европы по числу франшиз и числу студий, входящих в организацию. Ну, в смысле, в единую организацию. А сейчас просто еще один фактик в копилку. Исполнительный директор компании Ларс Вингефорс дал интервью Financial Times и рассказал, что в ближайшие месяцы и годы, это вот прям такая формулировка немножко странная, в месяцы и годы. Так вот, в ближайшие месяцы и годы Embracer собирается провести еще вот прямо сейчас внимание. Около 60 поглощений других студий. И еще раз, 60 поглощений. Даже если большая часть купленных студий будут маленькими, это все равно чудовищное число. У Embracer сейчас уже больше 15 тысяч человек в сумме работают, а вот после подобных слияний число запросто может удвоиться. И в самое ближайшее время они, скорее всего, обгонят Ubisoft по числу сотрудников. У юбиков около 20 тысяч, и пока в Европе они крупнейшие. И как бы да, в Embracer очень многим нравится работать, они там действительно не щемят по зарплатам и дают мощную свободу всем студиям, которые в себя включают. Но тенденция начинает откровенно пугать. Европа не такая уж большая. Там в сумме не так много игровых студий, но есть, естественно, не считать совсем уж маленькие инди там на 2-3 человека. Создается полное ощущение, что в ближайшие годы Embracer скупят значительную часть всего европейского геймдела. И как бы хорошо там в итоге не работалось, как бы они там не облегчали жизнь компаниям, которых поглотили, в целом ничего хорошего вот в такой монополизации, особенно настолько быстрой, нет. Ну, если только не считать, что в Европе появится еще одна большая компания, способная бодаться с американскими игровыми тираннозаврами. Такие дела. Ну и мы как бы начали ролик с того, что заглянули в технологическое будущее на примере нейросетей и художников. И давайте закончим новостью взглядом примерно туда же. Прямо сейчас перед вами на экране результат работы новой версии программы Анима. Это, если что, программный комплекс компании AXYZ Design. Он в целом используется для создания реалистичных анимаций персонажей. В особенности его любят применять для создания массовки. Потому что в Аниме очень легко создавать вот именно кучу уникальных персонажей, которые будут заполнять собой сцену. Там все очень удобно автоматизировано. И недавно разработчики анонсировали пятую версию программы и попутно выкатили ролик, как новое Аниме работает в паре с Unreal Engine 5. И меня прям впечатлило. Вот если что-то похожее будет в GTA 6, то прям вижу, что все журналисты будут писать о невероятном новом уровне симуляции городских улиц. Хотя, по факту, в той же RDR 2 многое было сделано не хуже. Просто там не было прям вот очень сильной массовки, поэтому и поражало не так сильно. По ресурсоемкости, кстати, все не слишком запредельно. Детально проработаны только модели, которые находятся близко к игроку. А при удалении они меняются на более простые, у которых множество элементов обрабатывается по упрощенной схеме. Спасибо большое за просмотр. Сегодня не было около научных новостей. В следующем выпуске обязательно наверстаю. А обсуждать давайте возможности нейросеток. Во-первых, впечатлила ли вас, как меня, нейросеть Долли? И пишите, какие еще новые нейросети с крутыми возможностями вам в последнее время попадались. Я в целом стараюсь их мониторить, но вот последние где-то года полтора делать это все сложнее, потому что слишком много нового появляется в самых разных сферах. Так что делитесь и впечатлениями, и всяким интересным. Напомню, что поддержать канал проще всего через Boosty, ссылочка в описании, поддерживайте только если есть свободные ресурсы. Еще раз спасибо за просмотр, и до встречи в следующем ролике, который уже скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok